Отвлекись от телефона, возьми ребенка за руку, сними наушники. Три простых правила, которые должен выполнять каждый перед движением по пешеходному переходу. Для того, чтобы напомнить пешеходам об этих требованиях, 11-классники школы номер 148 нарисовали арш-поргалки для пешеходов. В рамках акции «Дорога без опасности» на пересечении улиц клинической и коммунистической художники-волонтеры разукрасили по трафаретам зону перед пешеходным переходом. Наша цель – напомнить, соблюдать правила дорожного движения. Потому что, подойдя к пешеходному переходу, мама, прочитав это информационное сообщение, она обязательно возьмет ребенка за руку. В этом году произошло 334 ДТП с пешеходами. Из них 145 наездов случились на пешеходных переходах. Чтобы сократить эту цифру, школьники-волонтеры по всему городу на оживленных улицах наносят рисунки с правилом для пешеходов. У нас это проходит довольно часто, и мы ездим по всему городу, чтобы напомнить людям о том, что дорога небезопасна, и что нужно уметь себя вести на ней правильно. Я считаю, что очень важно участвовать в таких акциях все-таки, потому что это напоминание для самого себя, и плюс ты напоминаешь об этом другим людям. Некоторые пешеходы уже успели оценить нанесенные арш-прогалки. В дальнейшем это даст результат. Будут внимательнее, осторожнее дети. Даже вот если зеленый загорается, я смотрю сначала в одну сторону, потом в другую, потом только перехожу. Чтобы было меньше аварийных ситуаций на дороге. И вообще человек все время смотрит под ноги, он посмотрел, увидел, вспомнил, взял, пошел. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что переход проезжей части возможен только по пешеходному переходу. На регулируемых перекрестках только на разрешающий сигнал светофора. Особо внимательным нужно быть в ночное время. Для уменьшения вероятности наезда необходимо использовать световозвращающие элементы в одежде. Никита Колосов, Сергей Баскин. События.